Бисмиллях. Обратились ко мне братья со Средней Азии и скинули слова некоего Абдулла Дамло, Шубухат. Он говорит, пророк, да благословитый Аллах, и приветствует, похвалил Абуль Хасан Аляшари и Ашаритов. Каким таким образом все расти вы? А вот, давайте посмотрим в сокровищницу знаний этого товарища. Значит, когда был не способен на яд, то есть, если вы отступите от вашей религии, то Аллах как бы придет, пошлет народ, который он любит, и они любят его. И что есть хадис, что пророк, да благословитый Аллах и приветствует, указал на Абуль Хасан Абумуса Аляшари с подвижника и сказал, это твой народ у Абумуса. И они говорят, известно, что Абуль Хасан был потомком Абумуса, значит пророк, да благословитый Аллах и приветствует, похвалил Абуль Хасана Аляшари. И, во-первых, будет вам отвечено, о, Джахмия, с каких пор, с каких пор вы стали аргументировать хадисами категории Ахад в Ак-Иде. Когда мы приводим вам самые достоверные хадисы посланника Аллаха, которые переданы по многочисленным путям в двух сахихах и четырех книгах сунны, вы что говорите? Это хадисы Ахад, хотя их пути настолько многочислены, их указания настолько ясно и в разных формулировках, в разных текстах все указывают на одно, что это не является категорией Ахад. Но вы, тем не менее, отвергаете самые достоверные хадисы и не принимаете и не строите на них убеждения. А тут вы берете хадис категории Ахад, в достоверности которого есть разногласия. И почему? Потому что Айад Аляшари, который его передает, он табиин, по мнению многих. Это Абухати Маррази говорил и другие. Хадис, в отличие от тех хадисов, которые вы не принимаете, достовернейших хадисов ислама. Этот хадис не передан ни в одном из таких сборников сунны, на которые опора, как 9 книг ислама. Однако он передан в таких книгах, как от Абарани и так далее, где много хадисов, которые, ну, их достоверность зачастую слабая. Хорошо, ладно, оставим это, оставим это. Вернемся к тексту хадиса, который, не знаю, упомянул ты или нет, потому что я не понимаю узбекский язык полностью. Но я думаю, что ты не упомянул, как вы это обычно делаете. Пророк да богосоветовал Аллах и приветствует, когда говорил это, он сказал, «Хум калмука, я абамуса, ахлюль йеман». Он, пророк да богосоветовал Аллах, сказал, «Это твой народ, у абамуса, люди Йемена, люди Йемена». И этим ответил имам Юсуф им. Дульхади, ибн Асакеру, высмеивая его. И сказал, «С каких пор вообще Абульхасан аль-Ашари, какое он отношение имеет к Йемену?». Вообще никакого отношения не имел к Йемену, не являлся ни его жителем и прочее. Тем более, и тем более, что сказали многие ученые, что родословная Абульхасан аль-Ашари от Абу-Муса аль-Ашари, она недостоверна. То есть она сомнительная, она ошибочная, он не имеет такого происхождения, это лишь приписанное ему. Это ваша степень в понимании хадисов, посланника Аллаха и так далее. То есть пророк говорит «Ахлюль Йемен», это люди Йемена. Вы говорите, опускаете это на человека, который не имеет никакого отношения к людям Йемена, а потом рассказываете, что вы служили хадису. Где же вы ему служили, где хадисы, где вы, вы с ним только воевали. Далее, также будет сказано «Пророк да благословитый Аллах и приветствует, похвалил ансаров и сделал дуа за них и их потомков». И известно, что кто самая известная личность из потомков ансаров, научная личность, я имею в виду. Это без разногласий шейху-лислам Абу-Исмаил Адансари Аль-Харавы, известный имам. У него, то есть, настолько он, что до сих пор ему, то есть, в городе Хара, это нынешний современный Таджикистан, есть его гробница, ему поклоняются и утверждают, что он был ханафитом и матуридитом. И это просто, ну, переворот на 180 градусов. Ну, не суть важна. Так вот, шейху-лисламу Аль-Харавы, вы знаете, на какой акыде он был, он целую книгу написал «Такфир Аль-Ашари» про такфир Ашаритов. И написал книгу «Заммуль-Калям», где яснейшими доводами и сильнейшими словами поговорил о вас, о такфире и прочем. Также у шейху-лисламу Аль-Харавы есть книга, которая называется «Аль-Арбаум фидаляй лит-Талхид» «40 хадисов про доводы Талхида». Например, какой раздел он там сделал? Раздел о дозволенности описания Аллаха сторонами и привел хадис достоверный от посланника Аллаха, что он сказал «Инналь муксытына, аля мана биранур, анямин и рахман». Воистину справедливые будут на минбарах из света по правую сторону от милостивого. И также сделал разделы про все остальные, то есть убеждения Ахли Сунна, про то, что Всевышний Аллах на троне, про его лик, про его две руки и так далее. И если мы будем чем-то таким аргументировать на верность убеждений, то наша аргументация про потомков ансаров будет куда сильнее, чем ваша аргументация про людей-еменок, к которым Абуль-Хасан аля-Шари не имеет никакого отношения. И Субхан Аллах удивление берет с вас. Вы утверждаете то, что вы люди разума, вы разумные, в отличие от... И в то же время вы отворачиваетесь от самых ясных указаний шариатских текстов на качество Аллаха. Не принимайте это. И потом берете вот так вот поступаете. Аргументируете такой нелепой аргументацией, сбрасывая от хадиса то, что там есть, и приписывая ему то, чего там нет. Поистину это нечто удивительное. И в итоге, то есть что в итоге, аргументируется Кораном и Сунной в понимании саллифов уммы, а не вот такими доводами. И вы отворачиваетесь от Корана, отворачиваетесь от Сунны. Ваш имам Фахрар-Рази говорит, что Коран не является прямым путем в разделе Таухида и качество Аллаха, а Сунна говорит, что вообще не может быть доводом в этом. Потому что она вся что-то, вся мазнуна, то есть она является лишь предположением и так далее, его шубухаты. Поэтому не рассказывайте людям сказки, не дурите людям голову. Амин. 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 Амин.